У меня в руках находится карабин Мосина, образца 30-го года, в данном случае выпуска 42-го. Данный карабин использовался техническими войсками нестрелковыми. Саперы, водители, экипажи, катюш, связисты и прочие дополнительные войска, которые непосредственно участия во фронтовых действиях в прямом столкновении не принимали, но также находились в действующей армии. Он имеет укороченную длину по сравнению с винтовкой Мосина. Да, дальность у него не 2000 метров, как у Мосина, а полторы, но для боя достаточно. Убойная сила также на 1000 метров, как у винтовки Мосина. Магазин на 5 патронов. В общем-то, все прелести винтовки просто в укороченном варианте. Данный образец не предусматривал прикрепление штыка, и поэтому идти в штыковую атаку с ним не шли. В 1944 году данный карабин исполнил модернизацию, появился карабин Мосин в 1944 году, имел откидной штык, и уже винтовку Мосина сняли с производства. Появился, ну, может быть, у кого-то из бойцов здесь нет, но вряд ли, потому что в 1942 году они только вот с карабинами образца 30-го года. А затвор вот этот? Все действующие, охолощенные, вот. Просто мы без патронов сейчас в патруле. А прицельные приспособления у него такие? Все так же, как у Мосин в винтовке, так же у него, вот, целик на 1000 метров, вот, это то же самое. На 1000 метров, да, так же, как и прицельная дальность у винтовки Мосин тоже на 1000 метров. Просто дальность полета пули за счет уменьшения длины ствола не 2000 метров, как у Мосина, а 1500 метров. Это карабин Мосин. Какой маленький? Ну, вот, кавалеристы, вот, еще в царское время, вот, у кого не было автоматического оружия, ну, в основном все технические службы. Купали ее за 45 тысяч, но это два года назад. Сейчас цена где-то ближе к 60, 55-60.